В начале данного видеоролика хочу вам всем прикинуть канал под названием Nike Ska. На этом канале вы найдёте множество самых разных и самых интересных и самых познавательных видеороликов по игре Block Strike. Парень очень старается, у него интересные видео, допустим, открытие кейса, прохождение всех мини-игр и так далее. Обязательно перейдите, подпишитесь, ссылочка на этот великолепный канал будет в описании, а мы продолжаем. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, ваш Кент ПК вам расскажет, на каком же режиме можно получить больше всего опыта. А это у нас вторая часть. Вы, ребята, поставили много лайков, вы меня порадовали, поэтому если мы наберём под этим видео 600 лайков, то я обязательно сниму продолжение. В этот раз у нас будет 5 режимов. Первый это гонка вооружений, второй рандом, третий дэдматч, четвёртый джиггернаут и пятый голодные игры. И сегодня мы узнаем, на каком же из этих режимов выгоднее всего фармить себе опыт. Правило самое обычное, как и в первой части видео. У меня есть ровно 5 минут, и за эти 5 минут я должен получить как можно больше опыта. Ну что ж, а начнём мы именно с гонки вооружений. И наш первый режим, как я сказал ранее, это гонка вооружений. За 5 минут игры я получил ровно 100 опыта. Но я скажу так, что помимо 100 опыта я получил порции хорошего настроения, и поэтому я, ребята, не жалею ни единой секунды, которую я играл на этом режиме. Дальше у нас шёл рандом. На рандоме я тоже проиграл 5 минут, но впрочем, как и на всех режимах. За 5 минут игры я получил, внимание, 135 опыта. И пока что, ребята, это наш новый рекорд, потому что ни на едином режиме я не получал сколько опыта за 5 минут. Я скажу так, что это очень-таки неплохой показатель, и мне было очень-очень весело играть. Дальше у нас идёт Джиггернаут. Джиггернаут идеально подходит тем, кто хочет одновременно получать удовольствие от игры, играть в команде, и при этом фармить себе опыт. За 5 минут игры я получил 102 опыта, и это, конечно же, хороший показатель, учитывая то, что я один раз убил Джиггернаута, а также раз 10 или даже больше убил обычных игроков. Ну а дальше у нас идёт самый скучный, самый плохой, самый бесполезный режим под названием Голодные игры. Если вы когда-либо увидите где-то Голодные игры, просто выброшите телефон. Голодные игры, насколько классно, что ты можешь бегать на протяжении 10 минут по карте и не найти противника. Да, ребята, это Голодные игры. Если был бы какой-то топ-5 самых бесполезных режимов по опыту, то Голодные игры заняли бы первое место, потому что, ребята, хуже этого я вообще ничего не видел. 10 минут бегал по карте, так и не нашёл противника. Вообще зашибись. И за этот режим я получил 20 опыта. Наш последний режим это Дэд Матч. Я играл ровно 5 минут, играл я паршиво, потому что никогда ранее я до этого не играл на Дэд Матче. Мне всё время казалось, что этот режим очень скучным. Но он не казался до одного момента, а именно до того, как я узнал, сколько я получил опыта за 5 минут. Внимание! За 5 минут я получил 165 опыта. Я был просто в шоке. Как такое возможно? За 5 минут я получил так много опыта. И именно режим Дэд Матч сегодня является нашим победителем в номинации ТОП-1 лучший режим по фарму опыта в Блок Страйке. Ребята, надеюсь на вашу поддержку, надеюсь на то, что вам было интересно. Пожалуйста, поставьте лайк и я обязательно сниму что-то похожее. Надеюсь на вашу поддержку также в виде положительных комментариев. Мне их очень приятно читать. Обязательно поставьте лайк, если вы впервые подпишитесь. А с вами был ваш Кент ПК. Всем удачи и всем пока!